Привет, друзья! Вот Любовь Абакумова мне посоветовала что-то здесь на шапочке сделать такое блестящее. Я вот сделал и по её совету, и по вашим советам я стал немножко переделывать картину. Коллективный разум включили. Ну, давайте, пишите ещё, пожалуйста. Видите, переделывается, картина, по-моему, становится лучше. А я хочу сказать о нашей книге, которая только что вышла, и вот не успела она выйти. Новые приёмы метода ключ. Белые стороны, чёрные дыры, страха. И тут написано, что у нас кнопка, видите, на Ютубе. Такая специальная. Ну, как я не знаю, как она называется. Вот такая серьёзная кнопка, что масса подписчиков. У нас это самое. Очень много подписчиков из разных стран мира. И мы занимаемся созданием науки человечности. Это очень важно, потому что ключ к миру – человечность. Да, это должно быть доступно... Я люблю эту фразу и таксистам, и министрам, и штангистам, и шахматистам, и любому человеку. И профессорам, и спортсменам. И ещё это должно быть полезно, потому что я сейчас приведу пример один из этой книги, который очень потрясающий. Я это уже рассказывал, но теперь это уже есть и в книге, и читатель её прочитает, этот пример. А там много-много разных новых приёмов, элементов и ключ-2, которых в мире вообще никогда не было. И там этот пример. Вот, например. Пример, например, пример, например. Да, да. Например, когда дама собиралась лететь там тысяч часов самолётом и очень боялась, и прямо всё трепетало. Да, да, и 10 часов лететь, и она засмотрелась, как два иудея читают книгу, Тору, наверное, да, и головой качают, спейсами стоят в аэропорту и читают вот так. И она засмотрелась, и невольно внутри себя это... Ну, как бы это вот внутри же воспроизводится, когда ты смотришь на что-то внимательно. А там самолёт ждёт. И, короче говоря, она боялась, боялась, и при этом она вот так делала внутренне. А потом, говорит, летела, как в раю. 10 часов. И даже когда она приземлялась через 10 часов, времени не заметила. Так было хорошо. И она с удивлением меня спрашивала. Как же так получилось? Почему? А я же тогда и объяснил. И этот пример в книге есть, и поэтому, кто прочитает эту книгу, поймёт, что надо делать. И перед самолётом, и перед экзаменом, и перед выступлением, который он боится выступить, зажатый там, допустим. И перед любой важной ситуацией, которая для вас значима, и вы зажатый. Как снять дневномышние зажимы? Значит, надо думать, о чём думается, и в это время делать, как делается. У нас есть приём, ключевая волна, он там описан. По зелёной зоне, как надо выходить и соединить переживания с колебаниями. И, короче говоря, естественным образом, по зоне комфортности, выходите на такое состояние ресурсное, такое необыкновенное, как тогда мы в самолёте. Да, райское состояние. Представляете, выходите, допустим, потом на экзамен и сдаёте его вот так вот, запросто. И любое событие. А я этим способом делаю изобретение. И вот, послушайте меня внимательно. Недавно мне прислали письмо, что смотрели на студии «Рубеж», как профессор говорил о Билл Гейтсе. И профессор говорил о том, что Билл Гейтс, по всей видимости, ненормальный, потому что он, когда волновался, что-то рассказывал, он раскачивался. А все, все в нашей школе человек будущего хомофутуриса, у нас сотни тысяч подписчиков, очень много. Они все знают, что попеременное напряжение расслабления снимает общее напряжение и помогает легче думать и выступать. Но Билл Гейтс, к сожалению, он не знает метода ключа. И этот профессор не знает метода ключа. Видимо, никогда не видел нашего ролика. А пора бы уже знать метод ключа. Потому что было бы тогда понятно, что это он привел недостаточный аргумент, чтобы говорить о том, Билл Гейтс нормальный или ненормальный. Потому что так делают и нормальные, и ненормальные так делают. Но профессорам всем это надо знать. Конечно, особенно людям с медициной связано, с психологией связано, со спортом связано. Особенно людям с изобретательством связано. Ну, а студия Рубеж интересная студия. Привет передаю. А вообще, знаете, друзья, эта книга... Не, не буду про нее ничего рассказывать, потому что подумаете, что рекламу делаю. Нет, нет, ну тут такие мои картины вообще, это просто потрясающе. Мне всем... Вот я, видите, делаю картину. И поэтому здесь картины, которые мне помогали сделать участники нашей школы своими советами. Ну, кроме приемов, которые здесь описаны, здесь, конечно, и картины. Вот эта картина, которая называется «Берегиня». Видите? «Берегиня». Она потрясающая картина. Да. Эта великолепная картина, она, в принципе, животворная, как икона. Ну, она очень хорошая. Но если бы не вы, участники нашей школы, человек будущего, хомофутурус, открой себе творца, так называется наша школа, человек будущего, который умеет переводить энергию страха, энергию стресса, дубового напряжения, как в айкидо перекидывать на решение нерешаемых ранее задач и создание, если хотите, произведений, да, выхода из критических ситуаций в условиях жестких временных ограничений. Да, это очень интересная картина, очень интересная книга. Ну, вот видите, опять я начинаю про неё говорить, и получается, что я рекламирую. Ну, невозможно не сказать. Смотрите, какой волшебный цветок. Да? Ну, посмотрите. Слушайте, что я вам ещё скажу. Сегодня, когда есть уже вторая часть метода ключ, элементы ключ-2, естественно, я всегда говорю, что весь ключ я никогда не открываю, ни в какой книге открыто не будет, потому что там можно такие изобретения делать, вот как я делаю всё время. Ну, как я распознал, что во всех методах мира лежат одни и те же основы. Одни и те же основы перевода энергии напряжения в состояние нуля, а через ноль выход на позитив. Вот такой вот момент он во всех методах мира есть, и в цигуне, и в йоге, и везде, а включая это основание. Ну, короче говоря, кто не знает, тот и знает, и не говорите потом, что я не говорил. Ваша возможность узнать эти приёмы на YouTube-канале. Мой канал. Метод Ключ Хасай Алиева. В Telegram. В Telegram открываете и напишите канал метод Ключ Хасай Алиева. На Telegram. Так называется канал метод Ключ Хасай Алиева. Там, опять повторюсь, как в прошлый раз, будет необыкновенный ролик, но просто потрясающий, который многим откроет глаза на некоторые вещи, как нами манипулируют. Это очень важно. Поэтому, пожалуйста, пишите комменты и хотите посмотреть тот ролик, мы его скоро уже сделаем, чтобы вы не пропустили. Я вам даже больше скажу. Ключ к миру – это наука человечности. Наука человечности, где мы все вместе с вами создаём эту науку человечности и уже сам процесс чётких определений. Я там перечислял, перечислял каких определений, и мне поможет. Роман Козенко, мой друг, открыть корни слов, потому что он и психолингвист, и журналист, ну, много чего. Очень известный человек, специалист большой. И он мне поможет, и нам всем поможет, и мы с ним вебинар будем делать. Да, очень скоро будет объявление. Там посмотрите. И объявление, и всё. И, короче говоря, друзья мои, я так счастлив, что у нас такая школа. Я так счастлив, потому что эта школа действительно окно в будущее. Потому что там впервые сказаны такие вещи, которых раньше люди не знали, которые упрощают решение многих проблем. И скоро будет мозговой штурм, где мы будем заниматься совместным коллективным разумом решать глобальные проблемы человека и человечества. Так что, до встречи, друзья. Пишите вопросы. Будем отвечать.